Из ненужного в прекрасное. Так называлась выставка, открытие которой состоялось в детской картинной галерее. Во всем мире набирают популярность мероприятия экологической направленности, в ходе которых вещи не отправляются в последний путь на свалку, а обретают вторую жизнь. Общественное движение «Экомагнитка» совместно с Управлением охраны окружающей среды администрации города призвали мгдетогорцев принять участие в творческом конкурсе. И выставка стала его закономерным итогом. Подробности в сюжете Галины Смирновой. Коврики из полиэтилена, корзины из старых газет, панно из осколков разбитой посуды, картины из обрезков ткани, скульптуры из проволоки. Как выяснилось, вторая жизнь вещей может быть очень яркой и интересной. Не случайно организаторы конкурса сделали его девизом фразу «Дай волю творчеству и будем удивляться». Мы часто избавляемся от вещей, выбрасываем их на мусорку, которые могли бы еще пригодиться, если бы мы приложили к ним творчество, приложили бы свои руки, идеи и могли бы еще продолжать пользоваться этими вещами, тем самым не покупая других вещей, прекращая вот эту спочку потребительства, которое ведет к накоплению большого количества мусора, огромных свалок, от которых теперь человечество думает, как избавляться не только у нас, но и по всему миру. Сегодня отказ от бессмысленных лишних покупок – общий мировой тренд. Его вторая сторона – как раз вторичное использование отслуживших свой срок вещей. Чем больше людей присоединяется к такому образу жизни, тем медленнее покрывают нашу планету горы мусора. Поддержать эту идею согласились более 70 магнитогорцев от 2,5 до 80 лет. Они представили на суд жюри 90 работ. Два главных критерия – вещь должна быть создана из отслуживших свой срок материалов и выполнять эстетическую функцию – служить украшением. Но чем, например, не арт-объект этот потрясающий космический аппарат, выполненный Степаном Трошковым? Модель космического аппарата для защиты нашей планеты от астероидов и прочих космических объектов, которыми могут угрожать нашей планете. Я использовал разные материалы, такие как банки, сито, детали лего. И собрал этот аппарат. Сколько заняло времени? Два месяца. Все участники были поделены на группы – любители, профессионалы и учащиеся. В каждой группе свои возрастные категории. Так образовалось 20 победителей. Они были награждены дипломами и наборами для творчества. Абсолютно все участники получили небольшие приятные подарки – семена цветов.